здравствуйте друзья у нас вопрос такой как бы коротенький спрашивают что такое кредитные союзы и грубо говоря шо с них можно поиметь то есть как они еще используются какие сервисы предлагают и так далее я честно говоря вот как кредитный союз вот такой вот такой такое словосочетание сша как-то не употребляет никто вот говорят credit union да то есть можно конечно перевести и я я не знаю зачем переводили и может быть есть такие организации там в день на день в российской федерации и они называются кредитными союзами я не в курсе но в соединенных штатах даже если вы по русски захотите это сказать то люди придется некоторое время соображать что имелось ввиду значит credit union credit union это банк но такой как бы нон-профитный банк то есть банк у которого нет задачи получить прибыль в смысле он получает какую-то прибыль но это как бы не главное в его функционирование соответственно если не нужно получать прибыль или скажем там такую же прибыль как в индустрии банковской в целом получать то соответственно можно товары уснул товары услуги отпускать по более низкой цене например если вы хотите купить автомобиль то кредитный союз вот этот вот credit union даст вам ниже интерес чем просто банки но сколько можно сэкономить ну процентик можно сэкономить кредитный союз может дать вам кредитную карточку в то время как другие вам отказывают кредитных карточках вот это к приехал я вам пример приведу значит мы как организация являемся коллективным членом тут одного из местных кредитных союзов их несколько но у нас есть свой как бы в котором мы состоим и мы честно сказать не пользуемся но в смысле как не не то что нам сегодня вот это для чего-то надо но но мы состоим у нас есть мембершип что что это значит вот было время конец 90 к нам приезжали ребята на работу мы тогда делали много рабочих виз h1b вот приезжает человек он стране новый у него кредитной истории нету вообще ничего нету а ему нужно вот какие-то банковские услуги и они для него либо вообще недоступны либо какие-то цены достаточно повышенной потому что он представляет собой повышенный риск этот человек и вот если наша организация является коллективным членом кредит юниона то наших сотрудников принимают как открывают им аккаунт им выдают кредитную карточку с первого дня вот он приходит значит я напишу письмо что это наш сотрудник там туда-сюда он приходит с этим письмом заполняет бумажки которые нужно сейчас это в онлайне можно делать вот и они ему по факту того что вот наша организация состоит коллективным членом а он у нас работает ему по этому факту сходу выдает кредитную карточку там приехать не успел у него же есть кредитка я не знаю сохранилась ли эта политика до сих пор вот в топ в этом кредит юнионе потому что когда обвалился интернет бум и многие люди начали уезжать они были пейчман 5 уезжий green card и не было фактически иностранцы то я не знаю что там с этим потом у них получилось видимо какие-то убытки понесли там не могу судить но во всяком случае я понимал почему нам хочется быть коллективным членом потому что ребята приезжают им сразу дают кредитку они могут купить автомобиль там немножечко подешевле в принципе можно взять одолжить деньги на покупку дома и тоже будет немножечко подешевле но тут есть элемент хлопот то есть вы например приходите на делиши покупаете машину и дальше вас не волнует финансирование то есть дилер он сам находит банк который даст вам какой-то под какой-то интерес даст вам деньги и так далее ты его забота теперь если вы хотите чтобы конкретный банк или в данном случае кредит юнион профинансировал покупку значит вы должны пойти договориться значит о машине который выберете взять ее параметры отнести свой кредит юнион или другой банк то же самое будет с любым банком если вы хотите конкретный банк и несколько раз мы туда сюда должны там про путешествовать пока все это значит пройдет это хорошо делать ну как бы имеет больше смысла делать тому кто новенький в стране потому что банк ему не дает хороших условий скажем если я вот уже тут четверть века живу и захочу что-то такое проделать с кредитным союзом то получится как бы некоторое такое некоторый набор телодвижений при котором я ничего толком не сэкономил то есть мне и так банки дают самый лучший интерес который только может быть то есть не ну 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 может быть кредитный союз там еще немножко скинет там но все равно это это мог мелочь там у них есть еще такие фишечки интересные допустим если вы зарплату автоматически отправляете на счет в кредитном союзе да то есть вот автоматическое перечисление для вас ваш наниматель может это делать вы можете заполнить формочку искать я хочу чтобы мои деньги шли вот на такой то банковский счет очень многие люди так делают без того чтобы чеки получать и самим их потом депозировать вот так они там еще скидывают там допустим на четверть процента скидывают вам еще раз интерес и в то время когда мы приехали в соединенные штаты вот четверть века назад она балла волна такая большая была и вот в этой волне были у людей какие-то желанные такие цацки которые вот делили людей на успешных так более успешных и менее успешных вот в частности например наличие кредитной карты вот были люди у которых есть кредитная карта уже неважно какой там лимит на ней вот а если у которых нет кредитной карты и по моему в то время может быть не было вот это вот секьюрт карты где ты положил 500 долларов тебе дали карту на 500 долларов а может быть были но мы не в курсе были я не я не уверен во всяком случае я не слышал тогда чтобы такое было так вот люди делились на тех кто то сказать дорос до того что ему дали кредитную карту на тех кто не дорос соответственно были люди которым так сказать вот перепало попасть в кредитный союз на кредит юнин а были люди которым не перепало вот как бы так сказать не заслужились еще и я работал в организации в одной это была моя первая да самая первая моя работа была по тестировали ночи первая приличная работа и там у меня менеджером был индус один его звали по-моему раджеш да раджеш кумария его звали и вот этот раджеш я как-то вот говорю вот говорю жалко что наши конторы не является коллективным членом никакого кредитного союза я спросил в отделе кадра вообще если вы хотите узнать то надо спросить в кадрах то вам скажут вот и да и вот поэтому я бы хотел вступить кредитный союз но вот как бы у нас через работу не получается а кредитный союз такая контора интересная что вступить туда можно по какому-то признаку не просто так вы не можете прийти и сказать я вот хочу вот в ваш кредитный союз либо эта организация географическая то есть вы должны жить допустим вот в санта-клара каунте или тут санта-клара каунте сан-матео каунте это как бы локально на местности либо это профессиональная такая контора то есть они говорят вот если ты работаешь вот в этих в этих организациях значит тогда ты можешь автоматически вступить но там еще есть отдельно фишечка вступление по родству то есть если член союза является твоим родственник то ты тоже можешь по родству вот как бы членство то есть они не то что хотят всех оттолкнуть но они как-то вот хотят ведь видимо есть какие-то статистические расчеты исследования которые показывают что люди которые работают там где-то или люди которые там имеют родство с теми кто работает вот они как-то надежнее я думаю что это просчитано все известно но точно не скажу и вот он мне говорит а я говорит какая как раз член кредитного союза говорит он и ты можешь вступить вот как мой родственник а он индус такой ну как подростенник это закосишь я говорю ну подожди а что же я им скажу какое у нас с тобой родство он говорит ну скажи что ты мой кузен казан да значит говорит он не моргнув глазом я думаю надо же написал заявочку отправил тогда это происходило по почте когда еще интернета не было это был девяносто второй год вот отправил по почте приняли меня быть кредитный союз так и такая вот история и честно сказать я не помню чтобы мы через них финансировали какую бы то ни было покупку то есть не машину мы через них не покупали не тем более дома недвижимость не финансировали никогда то есть мы периодически посматривают что будет если но как-то так вот не получалось но тем не менее там есть какой-то они присылают периодический список какие у них там рейты сколько они берутся за разные дела и они как бы привлекательные были но никогда не было настолько привлекательным чтобы хотелось вот как потратить время на то чтобы вот сделать вот так они так но там есть как бы такой расчетный счет чекинг аккаунт и накопительный сэвинг аккаунт сейчас на сэвинге никакого интереса не платят в смысле платят какой-то но смешно это мнение не о чем говорить вот а в то время платили побольше на сэвинге то оплатили то может быть два два с половиной там может быть где-то может быть это до трех доходило вот они платили там больше поэтому мы сделали такой директ депазит и зарплаты и моя зарплата и светлана зарплата шли на счет в этом кредитном союзе мы правда рассчитывали что где-нибудь мы когда-нибудь что-нибудь купим с их финансированием но так до этого и не дошло то есть как бы практической пользы в этом не было могу сказать так но еще раз вот практическая польза была в том что когда у нас появилась своя организация мы вступили в этот кредитный союз абсолютно без проблем вступили то есть нам никто не сказал что мы должны соответствовать какой-то квалификации вот просто по факту того что мы организация там какого-то но мы инженерная организация на 4 кредитный союз который мы состоим он как раз для работников индустрии там программного обеспечения электроники там и тогда вот и приняли очень легко не знаю как сейчас было бы но вот 20 лет назад было довольно легко и вот ребятам которые работали действительно было удобно там кредитные карточки получать и так далее так что если вы совсем новенький и вас взяли куда-то на работу и вам допустим не дают кредитки там по факту того что вы начинающий хотя с другой стороны там можно положить 500 долларов взять кредитку вот этого секьюрта чем через полгода перейти на нормальную я честно вот не вижу в этом такого кайфа большого и я на форумах тусуюсь иммиграционных но вот где нибудь года с девяносто седьмого восьмого там форум привет такой тогда был привет датком и тогда было много дискуссий вот на эту тему там было очень много новичков приезжали люди по рабочим визам в основном это форум такой для для вот этих этой категории людей и и вот они все очень усиленно активно вступали в кредитные кредит юнины и это обсуждалось много много и так далее сейчас я таких дискуссий вообще не вижу то есть эта тема которая куда-то ушла так в историю можно сказать потому что изменился банковский сектор стали легко выдавать кредитные карты ну в общем так как то хотя вот у нас если вы помните работала на настя которая из молдавии приехала с мужем вот и настя как раз вот они свою кредитную карточку получили в этом кредитном союзе очень активно пользовались то есть я забыл уже там о нашем членстве и так далее и вот когда вдруг настя появилась и мы вспомнили и она пошла и получила свою кредитную карточку то есть каких-то ситуациях вот бывает что удобно на этом я бы наверное историю свою и закончил счастливо